Здравствуйте! Меня зовут Светлана. И сегодня я вам покажу, что у меня выросло за месяц. Вот видите, что у меня в руках? Это бройлерные индюки. И сидят они у меня на кухне. Вы представляете? Какой же это кошмар! Ну ничего не поделаешь. В этом году пришлось не выводить. Должна была вывести, заложить сейчас. Вы должны были вывестись они у меня в конце апреля. Но жизнь диктует свои условия, поэтому я их купила уже суточными. Вот видите, какие громадные. Вот смотрите, такой мы им тут организовали. Почему? Зеленки, скажете, а не зеленые и коричневые. Спасибо, 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 я их Васиками зову. Потому что идут пропойки. Пропойки метрами до золом идут. И чтобы, как говорится, знать, кого я напоила, легкий способ, я их рисую. Рисую руки и рисуются они. Потому что, когда в воду, все-таки это малоэффективно. Каждую неделю они у меня метрами до золка получают по 250 грамм сейчас. Вы скажете, это много и зачем? Они очень подвержены кишечным заболеваниям. Это я Вам сразу скажу. А сейчас туда-сюда, вот я их еще, может, чуть-чуть подержу. И, конечно, уже они у меня перейдут в сарай. А потом уже начну выпускать. Потому что, видите, они уже, конечно, большие. Но сейчас в сарай еще нельзя. Еще сейчас очень холодно ночью. У нас ноль может быть. И поэтому, как Вы видите, они у меня здесь. Они сейчас рожь получают. Лук еще вот у нас доедают. Рожь у меня оставалась с того года. Поэтому рожи им хватает. Вот комбикорм у них тоже стартовый. Но что-то им особо не нравится. Вода стоит. Вот у меня тут солома. Они пропаиваются. Все это вычищается. Конечно, это трудоемко. Но ничего страшного. Как говорили в старину, когда приходишь в гости, они говорят, ой, соседка, что у тебя там плохо пахнет? Да у тебя, говорит, поросеночек. А когда осенью приходит, когда уже поросеночек зарезан, и говорит, соседка, как у тебя вкусно пахнет? Да это же тот же поросеночек, который плохо пахнет. Так что, извините, приходится чем-то жертвовать. Потому что загубить эту птицу в сарае, это сейчас однозначно не получится. Так, это вот мои индюки. Пойдемте дальше. Смотрите, это мои цыплятки. Это я им тоже балую, с ним творогом. Вот их. Они более, конечно, лучше, чем доминанты. Они более живучие. Во-первых, у меня яйцо было собрано в условиях экстремальных, как говорится. Видите, какие поросветки у меня они красивые получились. Вот они сидят в таком брудере. Сверху горит у меня круглосуточным. Только вот сейчас солнце днем выключали. Вот. А так горит цвет. Больше у них никакого нет тут отопления. Только центральное, как говорится, отопление. Сено, солома меняется. Ну, ничего. Я уже привыкла. Ничего сложного. Зиму было, конечно, держать еще хуже. Сейчас хотя бы снега нет, чтобы менять эту подстилку. Вот такие они получились. И петушки, и курочки. Я говорю, они вот лучше. Своечки и цыплята поднимаются намного лучше доминантов. Этим я еще пропойки только пропоила от коктодиоза. Все, больше я ничего. Глисты еще пока не поила. Сейчас, чуть-чуть попозже. Вот. Едят тоже лук они, что есть. Рожен тоже кидаю, выбираю. Ну, что могу. Сейчас уже травку начинаю щипать. Так что, вот смотрите. Это вот мои цыплятки. Месяц. Красивые мои курочки получились. Рассветка вообще шикарнейшая у курочек. Это вот петушок. Как говорят, отличить. Видите, петушок, он там бегает беленький. А это еще петушок. Он сразу виден, что у него еще хвостика нету. Они чуть-чуть медленнее растут. Но я уже научилась различать петушков и курочек и по голосу, и по строению пера. Вот смотрите. Видите, там был индюк. А это перепелка. Они уже почти что оперились. Вот. Так что мы их перевели в брудер, где были большие перепела. Видите? Тут у них. Тихо, не летайте. Вода сидят. Они на соломе пока. Потому что, чтобы поднять подстилку. Вот. Солому мы будем вырошить. Мы только сегодня их перевели. Это вот колокольчик. Сейчас, конечно, тепло. Это. Сейчас он выключен. А утром мы их включаем чуть-чуть, чтобы их обогреть. И все. Видите, там уже, конечно, тесновато было. Они были. Здесь им теперь хорошо, привольно. Вот. В конце концов, сейчас старые уйдут на мясо, как отнесутся. А эти займут их место. Это своего яйца. Есть, конечно, побольше. Есть, поменьше, конечно, перепелочки. Ну, это всегда, как говорится. Потом они догонят друг друга. Вот. Потому что тоже яйцо собиралось. Все было холодно. Вот. Ну, вот так вода ставят. Комбикорм. Песок обязательно у меня. Это вот уже затоптали. Не смотрите, что они вот маленькие. Они очень много едят. И очень затоптуют. И очень много ходят в туалет. Это вот туалет. Это, конечно... Вот. Все чистится. Все выбирается. Соломы мы завозим всегда много. Так что им все время хватает. Опилки тоже им подсыпаются. Вот так они находятся. Теперь у меня будут находиться, пока не уйдут все перепела. А эти перейдут на их место. В два брудера. У меня там перепела. Я их разделила. Они у меня сидят в двух брудерах. Так что вот смотрите. Ничего сложного. Как говорится. Конечно, все это трудоемко. Что бы кто ни говорил. Вот. Но ничего. Зато с яичками круглый год. И перепелиные, и куриные, и гусиные. Все, что хотите. Не копайте. Маленькие, конечно, они очень сильно раскапывают комбикорм. Сейчас им просто неудобно. Кормушки уже залазивают. А так, конечно, они раскапывают очень. Но у меня все равно мы чистим. Выбрасываем курочкам. Курочки доедают. Вот сейчас они уже туда-сюда вылиниют. Они быстро набирают вес. Быстро набирают свою продуктивность. Самая быстрая птица по производству, как я скажу. И быстро заносится. Мальчики обязательно потом уходят. Лишних я не оставляю мальчиков. А девочки будут плодотворно работать. Ну вот смотрите. Мы пересадили взрослых перепела. Вот такие у меня два брудера. Этот сарай у меня не отапливался и не отапливается. Но сейчас, как говорю, уже погода благоволит. Вот я их разделила. Будет полегче ухаживать за ними. Опилки солома. Видите? Вот они так у меня находятся. Вот это их не мама и папа. Вот. С перепелками. Все-таки я говорю, они по болезням. Все-таки намного попроще, как я скажу. Ну и по холоданиям тоже. Они просто у меня зиму сидели. Вот я накрывала несколько одеялками. Вот в этом брудере, где сейчас цыплята. И все. Лампочка. Вот ветра дует. Отключался, когда мы были здесь. Вот. Лампочка у них энергосберегающая. И поэтому, как говорится, топление им особо. Они сами себя обогревают. Температура тела у них тоже большая. Главное, чтобы не было сквозняка. Свет и не было сквозняка. Вот. Комбикорм. Зерна смесь. Роса добавляю обязательно. Когда все хотят поучаствовать. Что петухи орут. Что перепела орут. Это вот орет мальчик. Его можно не спутать. Потому что много задают вопрос, как отличить взрослого мальчика от девочки. Вот. Кроме как по клайке, можно еще вот и по голосу. Девочки не кричат. Девочки чуть-чуть попискивают. А это вот горластые тоже. Ночью все выезжали, когда маленькие даже были. Вот эти вот. Так что вот смотрите. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. Все это хлопотно. Как я скажу. Все это требует ответственности. За всем надо внимательно смотреть. Не пускать на самотек. Должно все чиститься. Тяжело, не тяжело. Но если вы хотите оставить, чтобы у вас было поголовье дальше. С этим надо, конечно, повозиться. Ну вот так что. Вот видели мой молодняк на сегодняшний день. На кухне у меня в квартире заложены бролеры. Все-таки я решила. Рискнула. Во-первых, яйцо подорожало. С политикой нашего мира. И те, кто раньше выводил, все-таки оплот плохой. Потому что увеличились дни доставки. А мы как знаем, чем дольше идет яйцо, тем меньше вывод. Но все-таки попробовали. Не знаю, что получится. Конечно, расскажу. Чехи. По печатям вроде чехи. Но неизвестно. Не могу ничего сказать. Вот. Скажу, когда вырастут. Потому что видно, когда бролер настоящий. Настоящий чешский. Он идет быстро. Начинает развиваться. И уже можно сказать, через неделю тот ли этот бролер или нет. И заложили гуси на яйцо. Гуси у меня хорошо отнеслись. Единственная проблема была собрать яйцо. Потому что мы работаем. И все-таки были морозы. Но заложили полный инкубатор. Еще не просвечивали мы яйцо. Но будем надеяться, что что-то у нас да получится. Потому что гусыня молодая еще не села у нас. Но вот сейчас я собираю яйцо на инкубацию под заказ. И все, как говорится. Больше я закладывать яйцо свое не буду. Так что вот так будут вопросы. Задавайте. Как можем, крутимся. Что-то да получится. Так что подписывайтесь. Буду ждать ваших вопросов.